здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала здравствуйте хорошие люди и рада приветствовать вас на моем канале север это моя судьба оставайтесь собой если я не работаю если меня не вызывают на работу с удовольствием остаюсь дома это не значит что я бездельничаю у меня дома столько работы и столько планов что мне просто дней не хватает чтобы это все сделать выполнить и так далее ну и какую-то часть моего времени конечно занимает youtube мой канал но это так и должно быть взялся заглуш не говори что не идешь надо нам не интересно интересно с вами интересно с каналом чем же я сегодня занялась проснулась я рано не было шести часов если я снова лягу и уснул а я усну то я проснусь где-то около 8 часов с больной головой поэтому я больше спать не ложусь я начинаю потихоньку нет я встала это было около шести может пол шестого но просыпаюсь я потихонечку и сначала заглянул отца посмотрю кто что мне прислал отправлю сообщение или пожелание добром утром своим друзьям родным близким заглянул интернет обязательно и отвечу на ваши комментарии потом я пошла и занялась холодильником уже давно надо было перебрать холодильник посмотреть продукты на срок годности банки которые не едим на предмет нужно это нам или нет ну вот как-то так перемыла холодильник и сортировала все разложила иногда бывает задвинешь подальше и потом не попадает на глаза и в употреблении тоже не попадает потом я решила что раз освободились эти банки то у меня еще есть банки в подвале которые стоят по два года и которых тоже никто не берет ну как то вот не пошло пошла я в подвал две коробки банок подняла освободила эти все банки от продукта сполоснула и поставила мыться в посудомоечную машину или как она называется ну да по-немецкой называется шпюль машина по-русски называется посудомойка но все банки уже чистые готовы к приему новых консервов что же мне пришлось выкинуть и резаные огурцы по-моему по-корейски с морковкой никто их не захотел кушать я выбросила три или четыре банки сливашек это были те сливашки в которых я не соблюла рецепт ну взяла три килограмма слив а положила уксус и коньяк как на один килограмм ошиблась поздно было уже переделывать когда я когда до меня это дошло а сливы вот внутри даже в этом маринаде они покрылись белыми точечками их надо быстро съесть ну не получилось пришлось мне тоже выбросить жалко нет слов потому что все сливы съели а эти остались но остались потому что я заметила что они не в порядке и я их конечно никому не даю в таком виде это очень жалко было пару баночек одна баночка сорти помидоры с огурцами и одна баночка огурцов под плесли пришлось выкинуть ну так в основном не так уж и много больше ничего варенье в варенье еще не заглянула на варенье никто не выбрасывает варенье можно поставить и сделать из него но вы знаете что можно делать ну вот как то так но такой мой день потом я пошла вырезала чеснок уж давно надо было обрезать чеснок перебрать его отобрать так что смотрите как я это сделала сегодня дошли руки и пришло время когда я рассортировала свой чеснок рассортировала я его на три кучки вот этот пойдет на семена на самые крупные ну вот такие головочки я сейчас занесу в дом и просушу вот вот тут всего четыре головочки 4 зубочка вот так немножко перестоял чеснок надо было раньше копать я говорю у меня показатель вот эти стрелки если они поднимутся это не показатель его раньше у нас надо копать вот вот это уйдет на семена вот это уйдет сейчас на переработку это мой самый любимый чеснок в нем по два зубчика всего видите ну зато какие зубчики такой зубочек сразу пол головки это я забираю на переработку легко чистить быстро а этот пойду пойдет на еду тут вот еще есть вульбочки посмотрим что с ними будет вот вот этот пойдет на еду на приготовление блюд уже неплохой чесночок вот здесь всего 4 зубочка я такое люблю когда два три пять не больше не так что полный зубок и полная головка зубков и сиди ковыряйся с ними ну вот вот такой чеснок я вырастила я считаю тоже вот такие два зубочка это находка ну чеснок у нас можно купить конечно все что не хватит будет куплено но свой то всегда лучше ну а сейчас я готовлю ингредиенты для того чтобы сварить суп из березовиков скоро придут мои мужчины на обед после обеда у меня парикмахер мы уже с вами встречаемся на стриме поэтому мне нужно быть красивой не то все напишут что я не была некрасивая господи что украшает человека честность правдивость доброта щедрость я думаю так так что красота не в лице красота в человеке внутри если она есть и никуда не денешь еще это все называют харизма если у человека есть харизма то как бы он не выглядел он всегда нравится людям но как-то так мое заключение пример у меня есть не буду их вам приводить скажите кто-то из вас еще есть сырую картошку так как ее ем я и вы знаете она ведь мне еще и нравится это остатки от моего детства когда картошки ну такой нормальной свежей картошки не хватало и видимо не хватало того что в ней содержится вы же знаете что цинга на севере раньше преследовала людей а сырой картофель спасал от цинги может быть поэтому мы и грызли в детстве сырую картошку как только она у нас появлялась мы ее ели пока она была молодая свежая когда картошка старая она уже горчит у нее уже вкус не очень хороший молодая свежая картошка как у нас сейчас в германии я всегда закидываю один два кусочка и проживаю обязательно цинги не будет сегодня еще кормлю обедом своего внука завтра я уезжаю со своими тремя внучками на прогулку на следующей неделе уже начинается новый учебный год а я еще с девчонками не провела ни одного дня во первых они уже подросли бабушка им не особенно нужна а во вторых я не зову они не приходят как-то так такое тоже бывает показывать рецепт своего любимого супа из подберезовиков я не буду но я поставлю его на экран в конце видео если вы видите что ролик заканчивается на экране появляются окошечки вам нужно просто нажать на одно из этих окошечек тот кто смотрит телефон не тому нужно нажать пальцем а кто смотрит в телевизоре тому нужно кнопочка регулировать наверх наверх и на центральную кнопку ну вот как-то так а знаете что я передумала я покажу вам еще раз как я готовлю суп из подберезовиков россия сейчас собирают грибы а суп так как и варю я варят не каждый поэтому посмотрите те кто пробовал варится по моему методу все довольны все пишут комментарии я кладу чуть-чуть чесночно перечные пасты эта баночка простояла два года в холодильнике сразу чеснок начинает обжариваться даже очень сильно поэтому я его сняла и мне нужно отправить сюда лук лук паста разогрелась очень сильно болтать меньше надо вот пережариваем лук и морковь жарим чтобы он стал красивый золотистый и морковь чтобы тоже обжарилась пока у нас обжаривается лук и морковь я разобью свои подберезовики в заморозленные пакеты вот таким образом делаю рассыпки грибы и вы не размораживать ни в коем случае так пока болтаю и лук может зарумяниться как следует ну все лук уже обжарился отправляем грибы вот таким замороженным в виде чувствую что у меня начинается аллергия или на киеве или на чеснок потому что кашляю когда готовлю эти продукты вот так обжариваем грибочки сразу после лука и морковки все на растительном масле нужно обязательно чтобы вы чуть-чуть прихватили ну и поджарились чтобы масло и другие продукты получили вкус грибов ну не жрать их 20 минут как обычно для единой обжарили грибочки и высыпаем картофель а, даже целая попала картофель быстро исправляем ошибку перемешиваем и наливаем кипяток из чайника вот сейчас вы можете отрегулировать густоту вашего супа если вы сначала нальете воду то насыщенность и густоту вы будете регулировать уже наполнителями картофелем, грибами а здесь очень легко добавим водички и супчик нужной консистенции обязательно нужно сразу же посолить и то получите безвкусный суп так, хоть бы не пересолить а то меня еще и побьет знаете такую пословицу недосол на столе, пересол на спине мама в детстве говорила так, хорошо перемешиваем чтобы разошлась соль что-то у меня тут еще вроде как картошка плавает ух, какая маленькая все у нас закипело добавляем и даем 20 минут провариться и картофель и грибы варятся 20 минут чуть-чуть возьмем попробуем на соль но на гряне и картофель и грибы обязательно дадут пену свежий гриб всегда дает пену картофель тоже у него есть крахмал который дает пену поэтому пену помыли синий и пусть потихоньку кипит это у нас полоткрышка время варки подходит концу осталось 3 минуты лавровый лист немножко куркумы совсем чуть-чуть черный перец и обязательно зелень зелень должна присутствовать зелень у меня замороженная укроп и петрушка и отключаем сразу температуру он еще покипит на разогретой плите лавровый лист очень многим не нравится мой цвет волос а сейчас я вам хочу показать я покупаю у турка вот такую хну которая называется махагонии и здесь махагонии вот и тут махагонии так суку пора вот и стоит она недорого раньше вообще копейки стоило сейчас может быть 2 евро вот в таком пакете на запечатана я насыпаю ну так уже внук пришел я беру пиалушку насыпаю туда нужное количество где-то 3 столовые ложки остальное все идет назад в упаковку и хранится в шкафу там где хранятся специи так теперь это еще не все берем кипяток и ложку заваливаем хну завариваю кипятком чтобы она была густая хорошо размешиваю чтобы не было комочков вот на такую кашу красивую кашу сейчас я принесу немножко миндального масла и мы добавим туда я добавила миндальное масло где-то с чайную ложечку но мой телефон не стал это снимать какое безобразие точно помойку хочет ему как это скажу он сразу перестает хулиганить я могу добавить в свою краску кастровое масло или у меня например есть еще масло крапивы с одуванчиками я чередую всегда но почему так кастровое масло у меня побаливает голова ну вот как то так сегодня мы с вами будем делать помидоры типом очковых помидоры восьмой зеленые и побуревшие я вот приготовила петрушку свежие листочки у меня есть укропчик совсем мало на вес золота вот такой корешок вина кладу чеснок вот это тоже остатки укропа вот такой чеснок который я собирала с зонтиков зонтиков говорю ну когда чеснок образовал бульбочки я их срезала и заморозила отправляем их туда бульбочки эти вот что у меня еще есть листик смородины так сполоснуть его нужно забросила лист смородины и еще такой же чеснок пойдет на дно вот так а теперь мы будем укладывать помидорки помидорки я уже помыла приготовила укладываем попками вниз вот таким образом крупные вниз мелкие сверху положим лимбочки вот так вот так ну и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня пепперони, это тот сорт, который не злой, как собака. Продолжение следует... Красивые... Вот так... Ну, думаю, достаточно. Так, теперь у меня вот есть здесь чесночок. Кроме того, что насыпали на дно, еще сверху накидаем чесночок и закрываем... О, клопчик... Закрываем листьями хреном. Что у меня тут? Сельдерей еще надо постричь хотя бы... Черешкель... Немножечко... Вот таким образом... Немножечко сельдерей... Красиво? Красиво... И хрен... Хрен... Укладываем так, чтобы закрыть вход в банку... Всем плохим... Насекомым, бактериям, плесени и всему прочему. Укладываем как следует... Хрен... Побольше... Таким образом... А теперь нам нужно приготовить раствор, рассол и залить. Так, осталось у нас все помаленочку. Сейчас будем готовить рассол. Итак, на 1 литр водопроводной воды 2 столовые ложки соли. Размешиваем как следует... И добавим еще маленькую чайную ложечку сахара. Совсем чуть-чуть. Первый литр пошел. Соли немножко осталось нерастворенной. Развожу вторую порцию рассола на 1 литр воды 2 столовые ложки. Также я солю и малосольные окурцы. Что-то еще так солю. Заливаем 2 столовые ложки. По-моему сам. И наливаем водичку. До самого верха. Так. Вошло еще пол-литра воды. Так. Возьмем еще кусочек листа. Таким красивым листиком закрываем вверх. И вот здесь, поверху, мы насыпем горчичный порошок. Я знаю, когда еще в детстве мы покупали болгарские ассорти в больших банках 5-литровых. Консервы такие. Там были огурцы, помидоры. Не помню, что еще. Но 5-литровая банка съедается не так быстро. И поверху появлялась плесень. И вот тогда ходил такой рецепт посыпать поверху банки горчицей. Консервы становились такие резкие, ядреные. Все хватит. Сильно хорошо, тоже не хорошо. Так. Все. Топимся. Смазываемся. Все в порядке. И теперь мы закроем это вот такой красивой силиконовой крышкой, которая создает вакуум. Посмотрим, что у нас. От этой банки у меня нет крышки. Так. Раз. Раз. Угу. Вакуум не создается. Почему? Странно. Ну вот, обтерла пальчиком край. И вакуум создался. За этим надо наблюдать. Не дай бог, дрозофилы пронюхают про наши вкусные помидоры. Оставляем вот так стоять в миске на несколько дней. Ну, хорошую неделю мы выдержим их здесь. Остались еще помидорки. Остался рассол. Ну, сейчас посмотрю, что у меня еще есть для этого. Ну, продолжаем заполнять вторую баночку. На дно накидаем вместо корня хрена листиков. Вот так. Вот такой укропчик нашла в огороде. Это у нас вообще на вес золота. Так. Амарантик у меня есть и есть острый перчик. Бросим этот острый перчик. И чеснок. Зонтиков у меня уже больше нет. Я их вытряхнула в тубанку. Насыпаем. Насыпаем. Вот так. Разрезали. И укладываем. Что мне еще надо? Псидель яичек. Вот так. И зеленые помидорки. Других у меня нет. Они ушли в такую баночку. Вот так положили немножко помидоров и потрясите банку. Пусть они утрамбуются все. Каждая помидорка найдет свое место. Вот так. И сюда малыша. Так. И сюда малыша. Так. Теперь вот кинем амарантик. Сюда ну-ка чуть покороче обрежу. Амарант у меня растет. Вот. Еще немножко укропа. К хвосту перца. Кладем или нет? Нет. Не будем. Так. И еще помидорки. И опять потрясу. И опять помидорки. Ух ты. Осталось то почти совсем места нету. Вот так. Я могу еще найти пару штук. Если хорошо поищу. Ну как оказалось нету у меня больше мелких помидор. Только крупные. Или на улице. Там где пооставляла еще. Так. Чеснок. И листья хрена. Так. 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 Вот таким красивым листом перекрываем все. масло. И начинаем заливать рассол. остатки. От предыдущей банки. Я думаю всем все понятно. Посмотрим что из этого выйдет. Я отправляю нашу банку в миску. Если будет выделяться рассол. То он не испачкает мою кухню. И у нее у этой банки есть крышка. Попробуем. Ну вот как то так. Ждем. Когда у нас все это подойдет. И мы будем это все пробовать. Я сейчас накину чистое полотенце. чтобы меньше мух лазила. Если вы думаете что на этом мы закончим свое видео. то вы глубоко ошибаетесь. Мне наконец-то прилетел привет из Казахстана. Смотрим. Это ты отправила моя подруга. И теперь смотрим что она мне отправила. Я сама еще не разбирала. Вот такие черные галоши. Смешные. Так. Смотрим что в галошах. У меня стриж от любых сорняков. Что это? Торнадо экстра. Еще один стриж. Марганцовка. Ага. Никогда не видел в такой упаковке. И янтарная кислота. Вот так завязываем. Он западет к химии. Так. Смесь. Здесь я знаю что пришло. Здесь пришел укроп. Семена укропа. Это как раз то чего нам очень даже не хватает. У нас укроп не разревает. Почти не разревает. Так что семена укропа это то что просто необходимо. Спасибо. И вот здесь 4 головки чеснока на посок. Вот такие головочки. Голочи темные. Ни разу таких не видела. Вот такой чесночок. Так. Достаем 2 головки. Чей головки? Чей туфля? Мое. Мое. Смотрим что в этом галоши. Ух ты. Это моему мужу подарок. Кастрюля такая. Из зауны. Хорошо банки в нее наверное ставить. Подогревать. Моя. Вот такая неуклюжая зараза. Кошмар. Так. Смотрим дальше. Здесь опять. Опа. Чеснок. И опять чеснок. И чеснок. И здесь опять кентарная кислота. Опа. 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 Туста. Опа. Вот так. А теперь смотрим глубже. В эту сумку. Так. Это все? Это все. Это наоборот. в галошеке. А тут еще вот такая посылочка. Запечатанная. Обкрываем. Надюшка, привет. Это от моей однокурсницы. И тоже из Казахстана. Ссылка шла не почта. Ее привезли. Без шапкой. Всю красивую переческу испортила. Угу. 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 А теперь смотрим, что тут. здесь шоколад сплошное безобразие и еще еще глиоклодин глиоклодин это биологическая защита растений это таблеточки на основе триходермы которые я добавляю под кое уже много лет биоклон это какой-то корневин взрывной рост корней гель симулятор карниза образования классно почитаем микориза кормилица и тироксин гетероксин я знаю это тоже корнеобразователь я с ним уже работала это микориза кормилица прекрасно ну и самое главное на самом дне лежит это стимулятор ab101 супер энергия для ваших растений и пошло минусинский улучшенный отбор минусинский медведь семянок 20 штук а здесь семянок 20 штук ожерелье красное и ожерелье желтая леденец розовый леденец коричневый вот леденец я заказывала мелкий а этот довольно крупный так весь плода 35 40 грамм ну нет не крупный а на фотографии прям на полкило томат чего чего сам юбилейный тарасенко и легенда тарасенко вот такие томатики ко мне пришли еще на пробу минусинский томат я еще не выращивала и легенда тарасенко сколько же здесь семян тоже 20 штук теперь норма семян 20 штук это только мне из венеции привезли пол пакета семян классно спасибо большое моим подружкам заботятся во мне ну вот как то так мои хорошие вот такая посылка многие спрашивают откуда у меня российские семена вот отсюда не передают мои друзья такие же увлеченные натурой как и я сама германии протравку сорняков запретили вообще и продажу средств для протравки запретили для продаж вообще как то так ну вот на сегодня у нас теперь все до завтра мои хорошие до новых волнующих встреч это уже другой срок пошел чеснока всем пока пока счастья здоровья любви мирного неба над головой живите и пусть вам будет интересно жить